Всем большой привет! Меня зовут Гузель Уманова, а это мой друг Дима. И сегодня мы участвуем в модном челлендже под названием «Сделай макияж своей подруги». И в этом мне поможет сегодня Дима. Это его дебют. Ты готов? Да, я готов. Отлично. Начинаем. С чего начнем? Я не знаю. Я не знаю, но с чего-то надо начинать. Видимо, надо что-то подготовить, чтобы нанести макияж правильно. Да. Какой-нибудь тональный крем или крем должен быть. Сейчас будем разбираться по ходу. Это у нас что? Выравнивающий праймер уход. Все-таки всему нам подходит. Берем его. Так. Берем праймер из серии Novage. Это новинка этого каталога. Пожалуйста. Спасибо. Зачем я их делаю? Я не знаю. Вот, видимо, так делают все. Все, девочки. Так. Сделайте губки так, чтобы там что-то прощение. Ну, наверное, с этим мы и закончили. Мы нанесли праймер. Кожа выровненная и подготовленная к следующему этапу нанесения киажа. Теперь, наверное, должен быть тональный крем. Сейчас будем его искать. Но, судя по тюбикам, у нас только один тюбик. Что это такое? Матирующая тональная основа. Да. Берем ее. Серия Жуан. Отличная матирующая тональная основа. Прошу. К нашему шалашу. Маэстро. Так. Наносим тональную основу. Судя по цвету. Как будто это штука. Тут главное не переборщить. Сейчас это очень профессионально, мне кажется. Когда меня выгнают с работы, пойду красить барыш. Пойдешь работать с визажистом. У тебя уже навыки нужные есть. Ты знаешь, что такое праймер и тональная основа. Да. Сейчас посмотрим на результат моей работы. Сфотографируем. Будет первая ласточка в... В твоем портфолио? Вот, вот. Я как не могу вспомнить слово. Ну, отлично. Мы уже понимаем друг друга без слов. Так, щекотно? Нет. Ну и ладно. Ну, здесь еще и массаж. Линфодренаж, я видел, походу. Не уверен, но если так, то я рад за вас. И макияж, и массаж прямо. All inclusive. Дима Бьюти Спа. Ну, вроде даже ничего так получилось. Мы нанесли тональную основу после праймера. Выглядит вот так. Очень даже ничего, по-моему. И какой же следующий этап? Шарики или порошочек? Шарики или порошочек? Я беру порошочек. Это румяна в шариках, а это компактная, вернее, не компактная, это рассыпчатая пудра. И между румянами и пудрой Дима выбирает пудру. Неплохой выбор, мне кажется. Отлично, я считаю. А ее по всему лицу, да? Ну, как ты считаешь, нужно? Частично. Хорошо. Маэстро здесь ты. Ну, потом не обижайтесь. Я выбираю все лицо. Расскажи телезрителям, как называть это движение. Ну, я пока не придумал. Я обязательно придумаю. И потом где-нибудь напишу. В своем видеоблоге? Да, заведу свой видеоблог. Буду заманивать девушек и красить их. Иногда не пара. Отлично. Мы нанесли пудру, и теперь мое лицо прям вот, прям как персик, свежо. Какой же следующий этап? Будем делать выразительные брови. Отлично, брови. Чем мы будем делать выразительные, выразительнейшие брови? Тушью, насколько я знаю, я их не красят, поэтому... Тушью не красят. Наверное, что-то здесь должно быть... У нас здесь полный боекомплект, и есть из чего выбрать. Так, что здесь есть? Кисточка, это непонятная штучка. Это подводка для глаз. Я понял. А вот это что? Это как раз карандаш для бровей. Да, так и написано. Карандаш для бровей. Поехали. Ну, брови, держитесь. Обратите внимание, что в этом карандаше, помимо, собственно, самого карандаша, есть вот такая вот щеточка для того, чтобы расчесать брови. Что, серьезно? Да. Это продукт два в одном. Вот это поворот. Вот это поворот. В первый раз, когда я кому-то расчесываю брови. Видимо, не последний. Ну, видимо... Мои брови стали более выразительными. Более расчесанными. Они стали конкретно выразительными. Но в этом, наверное, задумка маэстро. Абсолютно. Выразительные брови – это очень важно. Какой же следующий этап нашего макияжа? Глаза. Глаза. Делаем акцент на глазах. Глаза, глаза. О, боже. Что это? Эта штука тоже худает, но, судя по всему, мы будем это использовать чуть позже. Хотя... Нет, давайте. Похоже на инструмент средневековых пыток. Ну, я так подозреваю, что с помощью этой штуки... О, боже, не прищемите мне веки. Серьезно? Разницы я не вижу, но вот так, ну... Ладно. Мне кажется, что ты мне подкручиваешь уже не ресницы, а нос. Так. Какой следующий этап после завивки ресниц? Можно было бы их накрасить, но... Наверное, какие-нибудь тени нужно нанести. Тени, отлично. Какие тени они наносим? У нас есть вообще карандаш для глаз, кремовые тени... Тени-карандаш... Кремовые тени. Вот это что такое? Сейчас почитаем. Карандаш для глаз? Нет. Нам это не подходит? Отлично. А это что? Похоже на какой-то блеск. Тени для век. Берем. Берем. Прекрасное, наивное окно у нас получилось. Отлично. Закрывай ты глаз вверх. Угу. Так. Отлично. Я закончил с этим. Теперь... Тени. Двигаясь сверху вниз, мы добрались до ресниц. Угу. Теперь мы красим ресницы. Да. Это что? Тушь для ресниц. Мы не просто красим ресницы. Мы красим забитые ресницы. О, да. Мы же уже предусмотреть на их завели. Господи, не выколи мне глаз. Ужас. Так, нужно тоже красить? Как считаешь, нужно? Ну, пожалуй, я красю. Так. Теперь у меня накрашены ресницы. И едем дальше. Такой наш следующий этап. У нас остались румяные щечки и алые губки. Поэтому берем шарики. Так. С этой кисточкой подойдет? Вполне. Да? Да. Породом. Покажи, как ты набираешь румяна. Ну, это точно не по всему лицу. Это только щеки. Мне кажется, достаточно. Не будем перегибать палку. Щеки румяные, как вы видите. Очень даже профессионально все нанесено. Практически. Какой следующий этап? Следующий этап. Губы. Губы? У нас широкий выбор помад. У нас есть такая помада. Такая помада. Я понимаю разницу только в цвете. Не знаю, в чем разница. Есть еще вот такой красивый оттеночек. Матового блеска. Зуба. Редкая помада. О, отлично. Сейчас. Ее мы и возьмем. Ого. Так. Давайте сделаем. Отлично. Я не знаю, как это должно выглядеть. Должно быть. Мне кажется, прекрасно теперь можно идти на майскую демонстрацию. А я майская роза, Дим, а вот тут вот как бы по краям или это так нужно? А это винтаж. Это винтаж, да? Это 60-е, мы во Франции, видимо. Ладно, ладно, я никогда этого не делал. Окей. Ну, мы можем оставить, собственно, винтаж. Нет, давайте уже доказать наш винтаж до модерна. Этот винтаж убрать. Ты можешь взять карандаш для губ. А, да? Конечно. Серьезно? И, собственно, он в этом очень хороший помощник. А среди всех этих карандашей где карандаш для губ? Ну, тут тебе как подскажет фантазия. Вообще-то тени, конечно. Поехали. Понимаете. Что за зеленый фломестер? Лип-пенсил. Серьезно, я не знаю. А, ничего, что-нибудь такого цвета. Маэстро, вы. Так, интересно. Ну, что, теперь модерн. Как вы думаете, модерн? Видимо, модерн. Ну, видимо, все. Все, на этом макияж наш закончен. Собственно, как вы видите, результат труда Дмитрия. Румяные щеки. Губы уже в стиле модерн. Брови, естественно, выразительные. И, более того, расчесанные. Ресницы за виду. Ну, прям, мне кажется, результат шикарный. Спасибо. Спасибо большое за участие в челлендже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.